Друзья, приветствую на канале Крипторелакс. Сегодня мы разберем важные активности перед дропом от проекта ГРАС. ГРАС – это инфраструктурный проект, который дает возможность заработать на продаже неиспользуемого вами интернет-соединения. О данном проекте мы говорим уже довольно давно, и с более подробным описанием проекта вы можете ознакомиться в наших видео, а также в нашем телеграм-канале Крипторелакс. Вы уже знаете, что стартовала очередная эпоха фарминга. И ходят слухи, что будет еще одна эпоха, но не будем гадать, просто продолжаем фармить дальше. Не забываем, что нам нужно обязательно набить 100 часов фарма, а это 4 дня постоянной работы. Думаю, что по этому критерию аккаунты точно будут сбривать. Также в ближайшее время нам необходимо подключить свой Солана кошелек к аккаунту ГРАС. Для этого заходим в раздел Ревардс, подключаем кошелек и подтверждаем подключение по почте. Обратите внимание на то, что на сайте появился раздел Store. Здесь мы видим все доступные приложения от ГРАС. Одно из них мы уже установили ранее и фармим через него поинты. А второе мы установим сейчас. ГРАС комьюнити нод – это новая версия веб расширения. Это непривычная нам нода. Для ее установки нам не потребуется аренда сервера. Установка ноды даст нам буст плюс 25% к фармингу поинтов. Итак, в разделе Store выбираем нужное приложение. Далее выбираем нужную операционную систему. Я буду показывать на примере Windows. Скачиваем архив с файлами. Далее нам нужно извлечь файлы. Файл GRASS.CONFIG открываем от имени администратора. И у нас должно появиться вот такое окошко. Когда оно появилось, нажимаем Enter. И если дальше появляется вот такое окошко, значит все в порядке. Нажимаем ОК. Переходим к следующему шагу. В поисковике ищем редактор реестра и открываем его. В редакторе реестра папки открываются при нажатии на стрелочку слева от нее. Итак, ищем нужный нам путь. Папка hklokalmachine. Папка software. Далее папка polishes. Теперь открываем тот браузер, в котором у нас установлено основное расширение для фарминга. В моем случае это Brave. Также нажимаем на стрелку. Открываем вот эту папку. И справа видим вот такое значение. Далее переходим в браузер, в котором находится основное расширение для фарминга. И вписываем в адресной строке название вашего браузера. Двоеточие два слэша policy. Нажимаем enter и нас перенаправляет к политике браузера. Здесь нам нужно нажать кнопочку повторно загрузить политику. Также снизу мы увидим наш код, который ранее мы видели в реестре. Он должен совпадать. Далее заходим в расширение и включаем режим разработчика. В моем случае в правом верхнем углу. Теперь возвращаемся ко второму файлу, который мы уже извлекли, но еще не использовали. И перетаскиваем этот файл на страницу с расширениями. В появившемся окне нажимаем добавить расширение. Теперь открываем это расширение и авторизуемся в нем. На всякий случай напомню, что сюда вводим те данные, по которым вы уже зарегистрированы в GRAS. Для этого нажимаем логин, по необходимости вводим данные. Но также вам может и не потребоваться ввод, так как расширение может автоматически синхронизировать данные с сайтом, который у вас уже открыт. После авторизации повторно открываем расширение и смотрим, чтобы все ваши данные отображались. И приложение корректно работало. После этого идем на сайт, обновляем страницу и смотрим, чтобы Boost к поинтам отображался. Если он не отображается сразу, то подождите 5-10 минут и перезагрузите эту страницу. Это должно выглядеть вот так. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и вы без особого труда установите ноду. Ставьте лайк под этим видео, делитесь в комментариях, сколько поинтов уже нафармили. Не забудьте подписаться на наш канал здесь в YouTube и в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok